Вросклицание Если у нас восклицание какое-то идет, не важно, какое сильное или не сильное, мы ставим всего лишь один восклицательный знак. Если мы поставим три восклицательных знака, то это будет такой виск и ор, как будто вы находитесь на грани жизни и смерти, либо вы теряете рассудок уже, с ума сходите, и у вас три восклицательных знака. Вот в таких вот жестких,連жетских случаях мы можем поставить три восклицательных знака. Я нашла такую книжечку. Вот эта книжечка я читала, я ее с ребенком недавно, и там кое-что нашла интересненькое. Ещё, кстати говоря, у нас два высоты знака, когда, допустим, в японском языке, вот, допустим, у нас применяется в японском языке два высоты знака, в русском языке такое, что кенсу мы ставить не можем, у нас это неправильно, я никогда в жизни не видела такую штуку до того момента, как я сделала вот эту книжку. В русских книжках, по крайней мере, в русском печатном деле. Так вот, в этой книжке я нашла применение знака двойного восклицания. Во-первых, здесь у нас есть ещё тройное восклицание, сейчас я вам найду примерчик. Эта книжка у нас, это самое, ну, букварик, букварёнок. Я читала сама её с детства, когда была маленькая, и теперь читаю ещё ребёнка своём. Так вот, значит, тут у нас есть сцена, где у нас мышонок сел на иголки, хотел подражать йога, и от боли закричал «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй!» Да, и тут у нас тройное восклицание, то есть он от боли жёсткой закричал «Ой-ёй-ёй!». В принципе, понятно, что ему очень больно, ему надо было это тройное восклицание сделать. Следующий пример тройного восклицания. Тот же самый мышонок, он подшутил над мамой, и она закричала слово «кошка». То есть мышь, девочка-мышь, сейчас я кочку покажу, видно там будет. Слово «кошка», видите, написано «кошка» и «Тэрик» — это знака. Получается, что она закричала в ужасе, что сейчас попадёт на неё кошка, и она её сожрёт. То есть это как бы крик ужаса, жёсткий крик ужаса. Ещё один пример тройного восклицания. Котя рассидел, его пол будет сукно, яблоко, и вот в этом месте, сейчас, вот так, в этом месте он кричит «мяу». Это «мяу» — это как бы от боли. Очень сильно от боли слово «мяу» он крикнул, вот тоже тройное восклицание. И, наконец-таки, двойное восклицание я нашла вот в этом месте. Вот оно. Секундочку. Вот, видите, «дать», «дать» написано. То есть это птенчики, это, получается, маленькие детки кричат от радости. «Дать, дай, дай нам еды!» То есть вам «дать» еды. Они кричат «да, дать!» Вот. Получается, это как бы не визг в пределах, ну, какого-то, это самое, в каких-то колбульсиях, в каком-то страхе. Это просто, просто детский радостный крик. Вот. Ну, это, можно сказать, единственное место, единственная книжка, где я увидела двойное восклицание. Где-то в других каких-то произведениях я ни разу этого дела не встречала. Что у нас происходит в манге? В манге японской они используют знаки восклицания как хотят. Они могут поставить и один знак восклицания, и два знака восклицания, и три. И могут поставить знак вопроса тоже в сочетании со знаками восклицания. То есть как они хотят, так, в принципе, и делают. Это самое. Где у нас тут есть примеры? Пример, допустим, удивление. Значит, степень удивления могут бывать различным количеством знаков восклицательного. То есть один знак восклицательного это обычное удивление, потом два знака восклицательных это больше удивления, три знака восклицательных это ещё больше удивления. Вот так можно сделать. Здесь, допустим, у нас крик идёт, да? Но если, допустим, в русском языке три восклицательного знака у нас ассоциируются с диким криком, диким воплем, то здесь у нас помимо знака восклицания есть ещё другие элементы, которые показывают нам более лучше данную интонацию. Во-первых, это радостное лицо персонажа, она очень рада, она кричит от радости. Во-вторых, элемент, который нам помогает понять нужную интонацию, это облачко. Облачко, оно у нас в форме не обычного круга, а вот такого как бы круга, оно немножко хоть и пушист, но как бы кругленькое, означает, что это всё-таки милый такой возглас. Но при этом оно пытается как бы выйти за рамки, оно как бы как пятно такое разлетается в разные стороны. То есть это как бы её зашкваливающие эмоции, милые эмоции, которые пытаются как-то выйти за рамки её самой. И в данном случае мы понимаем, что это не дикий визг, а это очень радостный-радостный возглас у неё. Так, дальше что? Дальше что у нас? Вот этот вот знак. Ну да, давайте вот с этим знаком поговорим. Вот этот знак в японском языке делается вот таким образом. То есть сочетание нескольких знаков восклицания плюс знак вопроса в японском языке пишется вот таким вот образом. В русском языке это дело должно написаться вот таким вот образом. Сейчас покажу. Клик, значит вопрос и восклицание. Вот так, восклицание. Дело в том, что в русском языке знак вопроса, он имеет более большую важность, чем знак восклицания. Именно поэтому знак вопроса всегда ставится впереди. Здесь, то есть, получается, когда мы будем писать данный текст, мы сначала напишем текст, потом знак вопроса, потом знак восклицания. Сколько знаков восклицания будет потом, это как бы уже второй вопрос, поэтому нам будет обсуждать, что нам можно сделать или нельзя. Вот. Это что касается обычного текста. Бывает такое, что такой же знак встречается просто отдельно в облачке, то есть без текста. И, честно говоря, когда мы такое встречаем, мы так его и оставляем. То есть, это получается неграмотность по-русски, потому что, по идее, нужно знак опроса поставить впереди, а вот это дело подвинуть сюда. Но нам надо немножко влом это делать, поэтому мы оставляем так, как оно есть. Вот, что теперь у нас получается в результате? В результате получается, что у нас есть в японском языке знак вопроса 1, ой, знак высказания 1 штучка, потом 2 штучки и 3 штучки. И, в принципе, если учитывать всю картинку в целом, то я думаю, что можно применять эти самые двойные и тройные знаки восклицания. И при этом не бояться того, что нас неправильно поймут, потому что всё-таки это немножко иной формат, нежели чем печатная книжка. Что касается вот такого знака, ну да, по идее, нужно не лениться, нет, не ставим это дело. Но мы ленимся, извините вас за это, пожалуйста. Ладно, на этом, пожалуй, всё. Пишите своё мнение про эти знаки в комментариях, что вы думаете, можно ли нам позволить себе ставить такие двойные и тройные знаки восклицания. Или всё-таки надо придерживаться правил русского языка и держаться строгнего одного восклицательного знака. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова